Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот, должен сказать, я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили такого знаменитого. До сих пор не говорит, почему его уволили. Мы ждем. Придет время, нужно скажем. Второй раз, это же до вранья дойти. Я спрашиваю, на чьи ты деньги ведешь компанию эту. Я дом продал, и на эти деньги веду компанию. Ну, даже если продал, то этот денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать, или даже 500, и вести эту компанию. Но вы посмотрите, как продал. Он же живет в этом доме? Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной компании. Что тут непонятно? И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый. Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился? Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях, просился? Мы же это не забыли. Ну, а потом, он просто не понимает, что ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество, вот министр сельскохозяйства знает, не зависит от свиноматки. Это еще зависит от храка. И если будет такой храк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята. Понимаете, что за пропаганда, что за агитация? И как можно это заявлять? Коровник не пойду. А кто пойдет? Я не понимаю, они борются за президентское кресло, или они вот одним заявлением вычеркнули 30% населения сельского. А возьмите, кто связан с селом, это же мы все оттуда. И мы же понимаем, что такое петух, который топчет кур, как он там заявил, и что такое свиноматка.